Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я вот только что рассказывала про обработку грунта при вторичном использовании. И тут же сразу из него вытекает следующий вопрос. Тоже сегодня комментарии я начитала, сейчас хочу поговорить с вами на эту тему. Осенью мы все, у кого есть теплицы, каждый из нас задумывается, как же обработать теплицу. Но если про обработку грунта, мы еще более-менее, у нас есть много вариантов. То же самое, что с лотками, я уже говорила. Тут можно и пропарить термически, можно солнцем, и механически там новые земли добавить или сдвинуть. И всякими химическими элементами, медным купорусом можно, и жесткие, и мягкие, есть и биопрепаратами. И мы все знаем, что если мы жесткими обработаем и что-то там навредим, нарушим вот этот микробиологический фон земли, мы весной можем все это исправить. А что делать, если у нас насекомые-вредители, всех интересуют такие, как белокрылка в теплице были, и возможно она осталась в земле, ее ведь нужно чем-то искоренять. И тут при вопросе, чем уничтожить белокрылку, очень часто слышатся рекомендации обработать теплицу серной шашкой. И как только кто-то предлагает серной шашкой обработать, тут же в пику этому предложению идут категорические высказывания, что серная шашка она очень губительна, обрабатывать нельзя. И вот сегодня я выписала несколько таких комментариев, когда Наталья Чернявская спросила у меня, вы пользовались серной шашкой для обработки теплиц? Я ей ответила, что пока нет, боюсь. Я вот хочу эту поднять тему, чтобы люди поделились своим опытом, положительным ли, отрицательным ли. Сейчас прочитаю некоторые отрицательные отзывы, и после них не хочется вообще использовать серную шашку. И хочется знать, есть ли у кого-то положительный опыт, кто, например, использовал серную шашку без ущерба для своей теплицы? Я вот выписала, будет уже опять же в свою тетрадочку, несколько. Вот Дмитрий Чернов спрашивает, серная шашка белокрылку убьет? Он спрашивает у других зрителей, ему отвечают, вот отвечает, например, Елена Минская, по-моему, отвечает, теплицу точно убьет. У меня в подвале все светильники развалились, а каркасу тоже будет нелегко от такой атаки, лучшее другое средство. И таких отзывов очень много. Я читала, люди говорят, что без предварительной обработки металлического каркаса использовать вообще шашку нельзя. Нужно смазывать маслом каким-то, солидолом или маслом растительным, кто-то там еще чем-то олитит. И тут же пишут, что поликарбонат становится такой, как бы, непрозрачный, матовый и хрустящий, что она развалится, ну, прям буквально через какое-то короткое время. Ну, вот так ли, это я не могу сказать, потому что я сама ни разу не использовала. Хотя у меня нынче была белокрылка, и вот в той, в одной теплице, там, где весной она началась, я вешала вот эту желтую липкую ленту. Там можно было бы обработать серной шашкой. Тем более у меня серные шашки есть, я купила еще три года назад. И все три года назад я не могу решиться. Вот собираюсь, вытащу их вот сейчас осенью, подержу, почитаю все комментарии, положу назад. Опять, ну, и я хочу собрать под этим видео положительные или отрицательные отзывы об использовании серной шашкой. Иначе я снова вот так вот просижу и не использую. И мне хочется, конечно, свой собственный опыт заиметь по этому поводу. Но мне так жалко, вот у меня теплица эта новая, например, поликарбонат толстый, дорогой, блестящий. Если я там заведу эту серную шашку, а вдруг он испортится? Это же дорого, это все перекрывать. И вот я с этими шашками в руках сижу и немного, как это есть такое же, попсыкиваю. Боюсь использовать. Но может быть, кто-то, хоть один человек скажет, что использовать можно, что ничего не случится, что все будет хорошо. Жду хоть одного такого комментария. Ну, конечно, я уже теперь поняла, что комментариев больше негативных. И, наверное, все-таки зрителям тоже нужно советовать, что если у вас поликарбонат, если у вас металлический каркас у теплицы, если там даже белокрылка, скорее всего, не нужно использовать серную шашку. Ну, а где ее тогда использовать? Вот у меня тут деревянные. Казалось бы, тут тоже ничем не промоешь. Деревянные полки, деревянные конструкции. Казалось бы, тут тоже хорошо бы запустить серную шашку, чтобы все умерло тут, все, что было. Ну, опять поликарбонат. Ну, все, до свидания. Это видео у меня без конца, потому что я жду продолжения, жду этих комментариев. И потом на основании этих комментариев уже будем тогда сделать вывод и скажем категорично, например, что серной шашки нет. Даже покупать не буду. Субтитры сделал DimaTorzok